Нужно бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте. А чтобы попасть в другое место, нужно бежать как минимум вдвое быстрее. С этой цитаты Льюиса Кэрролла начал свое выступление губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он рассказал, как преобразился цифровой мир за последнее время и остановился на том, как сильно изменилась и изменится Рязань. Наш форум называется «Цифровая трансформация региона». Ведь мы просто обязаны успеть трансформироваться. Поговорим о наиболее значимых проектах, которые мы сегодня внедряем в нашу региона. Новые проекты будут внедряться практически во всех сферах деятельности. Образование, медицина, политика, предпринимательство и сферу ЖКХ. Так в образовании появятся направления, которые будут осуществляться совместно с московскими университетами и направлены на всестороннее развитие как обучающихся, так и преподавателей. Телемедицина, электронная карта. Планируется, что в сфере медицины проекта хватит все медучреждения. Николай Любимов отметил, что цифровая медицина – это важное направление. Так, на выставке были представлены инновационные изобретения в этой сфере. Это интеллектуальная капсула будущего. Сейчас существует в единственном экземпляре функционал изобретения «Огромен». От измерения биометрических данных до управления различными устройствами и гаджетами. Изобретение уже было опробовано на медицинских форумах. Внутри находится пациент, а его биометрические данные по интернету отправлялись врачам. Такую капсулу предполагалось устанавливать в аэропортах, в железнодорожных вокзалах. Для людей тех профессий, чьей по роду службы необходим ежедневный медицинский ослоток. Все желающие уже успели испробовать капсулу на себе. По словам создателей, ее можно использовать и как офис. Внутреннее пространство оборудовано системой кондиционеров. Следом за цифровой медициной Николай Любимов рассказал о цифровом правительстве. Первое, что мы должны сделать повсеместно, перейти на электронный документ оборот. Это то, что необходимо для того, чтобы качественно оказывали государственные услуги. Далее портал «Наш дом резерв» позволяет гражданам оценить качество оказания госуслуг в социальной сфере. Взаимодействовать с организациями ЖКХ. Объединяться для решения своих годовых проблем. Николай Любимов коснулся и темы предпринимательства. Он рассказал, что сейчас предприниматели столкнулись с проблемой отсутствия наставничества со стороны более крупных компаний. К тому же практически нет площадок для профессионального общения. По словам Любимова, в реализации инновационных проектов большое внимание будет уделяться поддержке разработчиков этих продуктов, созданию необходимой инфраструктуры для них и подбору кадров. Очень много тем коснулось и будущего региона. Губернатор выразил надежду, что молодое поколение обратит внимание на то, как активно развивается Рязань. От самого форума хотелось бы, во-первых, добиться следующих результатов. Во-первых, общения между ребятами. Во-вторых, чтобы они увидели и услышали от профессионалов, от людей, которые разбираются очень хорошо в этом, о том, что у них есть возможности здесь, в Рязани. И от нас, как от власти областной, тоже услышали, о какие шаги мы должны в этом направлении предпринимать и какие проекты мы уже начинаем внедрять в Рязанскую область. Второй спикер на форуме «Цифровая трансформация региона» стал настоящим сюрпризом. Это телеведущая Тина Кандалаки. Она более подробно остановилась на теме цифровых инноваций в обществе. По словам телеведущей, в Рязани молодежь очень прогрессивная. И вопросы, которые они поднимают на форуме, очень важные. Вот эта аудитория первая 18-25, 18-24, которая выросла, ну, практически уже в неаналоговом мире, она по-другому думает. И она, вы знаете, еще раз повторюсь, она не будет сильно отличаться друг от друга в зависимости от того, где они живут. Она просто будет гораздо более амбициозной, я надеюсь. Ну и дай бог, чтобы эти амбиции при помощи того, чтобы собирать их обучать, начали переходить в какие-то конкретные воплощаемые идеи. Форум «Цифровая трансформация региона» будет проходить два дня. Мы будем держать вас в курсе событий. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания. Город. Форум «Цифровая трансформация региона»